У нас участвовало 4 человека. Ток наших проблем. Что не хватает для развития транспорта? Нехватка кадров в транспортном планировании, большая доля государства в транспортном бизнесе и отношение к отрасли как социальной ответственности, как социального применения. Что касается нашей цели. Цель – соотнести бюджетной территории с транспортными планами, чтобы они соотносились. Подготовка кадров к адекватным запросам в отрасли, потому что на данный момент такого не существует. Развитие согласно запросам пользователей. То есть транспорт не всегда адекватен. То есть он развивается согласно моде, каким-то тенденциям, но неадекватно запросам пользователей. И формализовать связь между развитием транспорта и качеством жизни населения. Это наша миссия. Миссия была одна, сразу появилась и удовлетворение по транспортной потребности человека. Теперь у нас с Богом с будущим. Он как немножко... Создана технология телепортации, транспорт существует как общественное благо. Транспорт реализует разные возможности для всех групп населения. Транспорт не является ресурсоем питатик. Экологически все составляющие, кажется, не влияют. То есть все, на виды транспорта остаются для досуга. Но это 1935 год, по идее. Транспортные специалисты и самые уважаемые, и высокооплачиваемые специалисты в отрасли. Но это говорит транспорт? Не я. Да, да. Так. Значит, что касается наших... Можно с власти сначала начнем, да? Да? Значит, первое, что власти, я могу чуть ниже, а только я не верю. Создание... Первое, 19-й год. Создание методической балансировки регионального бюджета с транспортными расходами, что мы видим. Второе, это законодательное обеспечение системы МААС. МААС – это система, которая связывает электронные оболочки всей части города. Создание системы оценки техногенных рисков для наследства транспорта. Запуск программы «Транспорт» как объект культуры. Это 20-й год. Создание механизма согласования со стратегии социально-экономического развития с транспортной стратегией региона. Потому что протоколу нет. Создание гибкого планирования транспортной загрузки на основе информационной сети. Создание мониторинга удовлетворенности граждан услугами транспортной компании. 22-й год – это финансирование исследований в области телепортации. А 25-й год – это обосчитывание транспорта как глобального транспортного сервиса. То есть фактически есть налог на транспорте и пользуются им практически бесплатно. 30-й год – это законодательное запрещение технологии телепортации. Это коллеги транспорта. И финансирование прототипа телепортатора. 35-й год – законодательное разрешение технологии телепортации. Создание технологии предотвращения террористических агентств системы телепортации. Какие фактически были террористические агентствы? Дальше, Василий Васильевич. Образование. Это создание на празднике 25-й год университета транспорта и переподготовку освобождающихся при переходе на транспортный режим. Так, значит, IT-сервисы. Первый, 19-й год – это полная мобилизация и внедрение технологии смарт-контракта при грузовых перевозках. 20-й год – это единый автоматизированный сервис перевозок МААС и создание антропоподобных сервисов для транспортных средств. Включение, значит, 25-й год – включение автоматизированной транспортной ассистенции к внутренней логистике промышленных предприятий. Ну, то есть фактически, чтобы эти логистика внутренней совпадала с внешней логистикой. Вот. И, значит, у нас 30-й год, вероятно, наверное, создание нейроинтерфейса для коммуникации среди людей с системой транспорта. То есть, как коллеги сказали, что можно нейросистему уговаривать человека не ехать. То есть, ну, тут будет диалог такой. Кто кого убедит? Так, следующее. Ну, чуть выше. Так. Наука и инженерия, да? Наука и инженерия. О, значит, мы немножко стобно поменяли. Создание научной школы по физике перспективных видов транспорта. Это 19-й год уже. Создание программы научных исследований по разработке транспортных средств на новых физических принципах. Развитие персифиницированной малой авиации. Создание технологий телепортации. У нас это 30-й год. И создание прототипа телепортатора. Освещение деятельности седьмой группы. То есть, нашей группы СМИ сегодня. Просто у нас коллега был из средств СМИ, один из журнала. Поэтому он сегодня будет освещать наши мероприятия. Все. Спасибо. Спасибо.